Всем привет и добро пожаловать на мой канал Как хранить монеты, с чего начать коллекцию В этом видео я покажу как можно удобно и безопасно хранить вашу коллекцию в альбомах Очень популярной немецкой фирмы LeSturm Если это интересно, продолжайте смотреть У нас три посылки, вот это, вот это и вот это В этих посылках будет как атрибутика для коллекционирования, так и монета, которую мы разместим в эти папки Я для себя решил, что покупать буду у официальных представителей магазинов Не на аукционах и каких-то площадках типа OLX Так как в магазинах есть гарантия, гарантия качества, гарантия на продукцию И 100% могу сказать, что упаковка продукции, прислана из магазинов Сильно может отличаться от того, что вы получаете на каких-то аукционах Вот это да, супер сумка Вот могу показать пример того, как я получал посылки с Укрпочтой в одном из прошлых видео Смотрите, с этими альбомами могло случиться что угодно И не факт, чтобы они доехали в целости и сохранности В данном случае можем посмотреть, какая упаковка прямо сейчас Ребята, я являюсь авторизированным дилером компании LeSturm на территории Украины У них самый широкий ассортимент товара Сейчас действует на сайте скидка Еще договорился про бонус по промокоду монета Украины У вас будет бесплатная доставка вашего заказа Просто обалдеть Какая здоровенная, офигенная папка И я думаю, она поместит все, что нужно Эта посылка я уже распаковал, но не до конца Это с монетами, которые могут повторяться Там пачка их Давайте смотреть Донецкая область Хмельницкая Крым Полтавская область Черниговская Венецкая И Одесская Так, что еще? Ивано-Франковская область Ивано-Франковская область Чернопольская Ровенская Львовская область Волынская Друзья, недавно в сообществе я делал опрос Как вы собираете монеты по каким-то сериям Или по году Или те монеты, которые вам нравятся Очень качественные Я считаю, что это очень хороший вариант хранения для монет И красиво, солидно смотрится На самом деле, очень просто Вы открываете Вот такие вот есть заклепочки здесь И размещаете ваши монеты В данном случае это размер от области Я под видео дам ссылочку конкретно на этот лист Подпишу Как правильно выбрать размер Они очень легко размещаются И там никаким образом даже не шатаются, не выпадают, не двигаются Видите, и мы вот таким образом можем размещать наши монеты Ну, в данном случае Давайте покажу Херсонская область Конечно, можно выкладывать по годам Это будет гораздо, гораздо От самых, самых первых 2012 года До 2018 года Вот, например, пример В Луганской области И как это визуально выглядит Давайте покажу вам, как выглядит Заполненный лист С областями, с монетами Вот так выглядят Размещенные монеты Из серии области Украины Вот, довольно-таки Тяжелый формат И защелкивается сам непосредственно лист Очень красиво смотрится Будет в вашей папке находиться Однозначно безопасно Лежат эти монеты Их не нужно доставать из капсул Для размещения Вот в таких вот листах Очень достойно выглядит В данном случае коллекция Собранная вами Вот такая вот папка У нас есть Для хранения Конкретно вот таких вот листов Давайте попробуем И разместим в этой папке Лист с областями Это можем доставать Можем не доставать Закрывается Как они перелистываются Да, тут можно смотреть Достаточно много листов Можно здесь разместить Некоторые собирают Не по сериям Как я вам сейчас показал А те монеты, которые нравятся Или по годам Для этого фирма Выпустила определенный формат В котором вы можете Складывать монеты по годам Вот такие вот Квадратные капсулы Как же они выглядят Довольно Ново для меня Я, честно сказать Никогда не хранил Так вот монеты И для меня это было Очень интересно Посмотреть Я немного взял Таких вот капсул Разместить Посмотреть Как же будет выглядеть Непосредственно капсулы Вот в таком вот В квадратном формате Их можно складывать Давайте возьмем Посмотрим Пример Вот например Как выглядят Сами капсулы Давайте откроем Посмотрим Вот смотрите В данном случае Это самая простая капсула Без каких-либо Внутри добавок Я так понял Бывают такие Которые выводят И влагу Из специального материала Сделаны Давайте попробуем Разместить какую-то монету И посмотрим Как хранится Вот в такой вот капсуле Эта монета Открываем нашу капсулу Довольно плотно Она видите Открывается здесь И достаем монету Конечно же Не касайтесь Самого поля монеты Потому что Это однозначно Стоимость монеты Уменьшит Вот мы Могу показать Как Насколько красивый Блеск монеты И размещаем ее В данном Холдере В данной капсуле Квадратной Безумно красиво На самом деле На черном фоне Смотрится просто шикарно Мне кажется Вот если посмотреть Сравнить Как смотрится данная монета В квадратной капсуле И в капсуле В обычной В обычной Да Конечно более привычно Это что-то новенькое Такой вот интересный формат Ну конечно можно Я немножко поспешил Можно было конечно однозначно Ровнее монету Данную разместить Вот Ну я думаю Вы будете так вот Не на камеру делать А более-более старательней Давайте разместим Эту монету В наш непосредственно лист Посмотрим как Это выглядит Ну где-нибудь Вы можете размещать Конечно по порядку По годам Я вот так размещу Чтобы удобнее было показывать Закроем И вот лист Выглядит собственно Довольно очень свежо Интересно Смотрите как А давайте попробуем Выложить Заполнить Из тех Из тех размеров Которые у меня есть На самом деле Они могут быть Очень разных размеров В зависимости От ваших нужд Сейчас я покажу Какую монетку И что можно разместить В такой размер Это 35 миллиметров Есть у меня Как раз жетон Из набора Детских рисунков Наверняка вы Знаете Да Этот жетон Некоторые люди Собирают конкретные жетоны Давайте попробуем Разместить этот жетон В эту капсулу Открывать Открывать данную капсулу В перчатках Крайне неудобно Так что открывать Открывайте без перчаток Но Помещайте монету Или жетон Уже только в перчатках Чтобы не оставить Никаких отпечатков Очень красивый Яркий Смотрите Какой рисунок С 2014 года Из-за набора Смотрите Как Очень круто Смотрится И разместим По размеру Как раз подойдет Да Смотрите Идеально Идеально Вписывается в размер И Жетон Просто приобретает Другую Красоту Жетон Просто приобретает Какую-то новую жизнь Новый Вот такой вот Формат Хранения Очень красиво Давайте Защелкнем Просто Потрясающе Выглядит Жетон Уже не в Круглой Капсуле Обычной Да В родной А вот в такой вот Квадратной Давайте покажу вам С примером С другим жетоном Тоже из набора Вот смотрите Конечно Так более привычно Нам Но вот на черном фоне Подчеркивается Особенно красота Данного жетона Красота Вот Рисунка Просто потрясающе Давайте переложим Второй жетон Вот в такую квадратную Капсулу Кстати Это мой коллега Нумизмат Это его жетон Он предоставил Для обзора При необходимости Если захотите Себе приобрести Напишите пожалуйста Мне В комментариях Я вам дам Его контакты Он вам Перенаправит Безумно красивые Жетоны Смотрите Некоторые собирают Даже только Отдельно жетоны В таком формате Их можно и собирать В квадратных Капсулах Смотрите Доставать из наборов Если особенно наборы У вас идут В папки Годовые И так далее Оп Смотрите Второе Второй жетон У нас уходит В квадратную капсулу Просто шикарно Смотрится Ну такой жетон В пределах 300-400 гривен Может стоить Ну в зависимости От рынка От курса доллара И Настолько набор Набирает Сам по себе Стоимости Смотрите Просто потрясающе На черном фоне В этих капсулах Смотрится Жетон Безумно красиво Хочется сразу Положить к себе В коллекцию Оставить И вот так Демонстрировать Всем своим Друзьям Знакомым Посмотрите Какая красота Давайте разместим Какую-нибудь еще монету Вот например Монета из серии Флора и фауна Очень Интересная серия Одна из Моих первых Которую я покупал Лично в банке Когда можно было прийти И по номиналу Купить вот такую вот монету Обменяв ее В кассе Кстати в свое время Банкиры получали Зарплату Или могли получить Часть зарплаты Монетами Металлическими Незиберовыми Но большинство Из них там Кто-то не хотел Отказывались Потому что Таскать с собой Металл не все любили Помню в свое время Стипендии были В районе 15-30 гривен Да И вот такими вот Кто-то получал зарплату И монетку из серии Флора и фауна Можно разместить В лист Необходимого размера Да И собрать полностью Например Серию флора и фауна Да Как на отдельном листе То есть есть отдельный лист Флора и фауна Есть отдельный лист Вот области Ну и разные Другие серии В зависимости Что вам нравится А можно Если вы собираете Все По годам Вот приобрести Такую монету Квадратную капсулу Вот такого размера И переложить монету В капсулу Давайте я сейчас еще раз покажу Открываем открыть капсулы Кстати В этом году В 2003 году Они еще шли Вот без таких Запаковки То есть они были В мешках И скажем так Состояние конечно Может быть и лучше Ну это я напомню Что я сам лично купил Мне она как память Дорогая эта монета Конечно Для коллекции Надо стараться Получше состояние выбирать И вот у нас Она помещается Смотрите как Очень плотненько Очень хорошо Данную квадратную капсулу И защелкивается Данная Капсула На черном фоне Довольно красиво Очень мне даже нравится Давайте Разместим еще Одну монету Вот у нас уже собрана Видите Одна полоса Абсолютно Кстати Разных монет И монеты хранятся Они никак не взаимодействуют Ни с какой пленкой Если это холдер Например Вот так вот Мы с вами увидели Как выглядят монеты Непосредственно В квадратных Круглых Капсулах В таких вот листах Давайте посмотрим Как они Размещаются В альбоме Тут есть Информация Дополнительная О тех листах Которые Можно Докупить Да И как размещать Давайте Посмотрим Как оно размещается Довольно просто Специальная Штука Для того Чтобы впитывать В себя влагу Нам еще Пригодятся Вот такие Вот листы Поверяем Лист И такая Папка Размещается В таком Вот Дополнительном Чехле Чтобы Ни таким Образом Она Не Повредилась Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова